7 апреля православный мир отмечает один из 12 главных праздников — Благовещение. Его смысл заложен в самом названии, которое означает «Благую весть». А историю возвращает в события, произошедшие более двух тысяч лет назад. Именно тогда к Деве Марии, живущей в Назарете, явился Архангел Гавриил и возвестил о том, что именно она станет матерью Сына Божьего. На тот момент Мария, ведущая праведный образ жизни и решившая полностью посвятить себя Богу, хотя была по закону супругой 80-летнего старца, оставалась при этом непорочной Девой. Именно с Благовещения начинается отсчет евангельской истории, благодаря которой случилось Рождество Христово. Вообще сегодня на самом деле очень удивительное сочетание нескольких церковных праздников и событий. Потому что, во-первых, сегодня у нас крестопоклонная неделя. Напомню, что в субботу во всех храмах выносился отрез животворящий, который лежит сейчас до сих пор в центре каждого храма, как напоминание о том, к чему мы стремимся. Потому что через крест Христов, через страдания Христова мы уже смотрим на само воскресение Христова. И, во-вторых, чтобы поддержать нас, потому что все-таки как-никак мы и устали к этому времени, физически и духовно устали. Во-вторых, сегодня среда, это середина Великого Поста. И, в-третьих, сегодня праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. То есть три таких значимых события церковных, они споделись в один сегодняшний день. Благовещение, в отличие от других праздников, не переходящий праздник, он всегда выпадает на один и тот же день. Между ним и Рождеством ровно девять месяцев. То есть срок вынашивания ребенка. Поскольку именно это событие стало началом христианской истории, этот праздник особенно почитаем. Его значимость подчеркивает и то, как часто в православии называют храмы в честь этого события. Несмотря на пост, в этот день в церквях царит радость. А черное облачение священники сменяют на голубые, символизирующие небо. Для тех, кто держит пост, в Благовещении предусмотрены послабления. Но лишь на один день. Напомним, сейчас у православных продолжается Великий Пост. Позади три с половиной недели усиленной молитвы и воздержания, которые позволяют верующим лучше подготовиться к главному празднику церковного года – Пасхе. До нее осталось также три с половиной недели. Самой строгой из которых будет последняя – Страстная. Каждый ее день посвящен событиям из жизни Иисуса Христа – этой тайной вечери и распятия. А в Светлую Субботу в храмах будут освящать главные символы праздника – куличи и яйца. В ночь с 1 мая на 2 начнется главная литургия года, по окончании которой христиане будут приветствовать друг друга словами «Христос воскресе». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok